Депутаты Народного собрания и члены партии «Единая Россия» проинспектировали ход строительства начальной школы в ауле Козылкала у Джигутинского района. В настоящее время осуществляется капитальный ремонт и реконструкция здания. За ходом строительных работ наблюдала и наша съемочная группа. Подробности у Мурата Джинкезова. Со временем начальная школа в Козылкале потеряла свой первозданный вид, а состояние инженерных систем стало непригодным. В настоящее время в самом разгаре тяжелые строительные работы. Снесли крышу, до кирпича отбивают стены, вскрыли полы и так далее. На данный момент проведены демонтажные работы, разобрана крыша. Будем перекрывать свежую кровлю, будут накладываться. Сняли старую штукатурку, обрабатываются стены, разобраны старые печки. Их места убираются, и отопление будет уже современно делаться. А то, что здесь топили печным топливом, наверное, подъезжая, видели кучу угля. Конечно, в соответствии с тем проектом, который был предоставлен, подрядчик ведет работы. На данный момент выполнен такой объем работы. Строительные работы охватывает все здание. Капитальный ремонт предполагает укрепление конструктивных элементов с заменой всех инженерных систем. В Карачаево-Черкесии до начала нового учебного года капитально отремонтируют 23 учебных заведения во всех городах и районах. За ходом строительства проводит постоянный мониторинг специальная комиссия в составе депутатов Народного собрания и членов партии «Единая Россия». Это один из 23 объектов, где проводится капитальный ремонт. И сегодня мы проводим мониторинг того, как идет ход строительства. Мы увидели, что все идет согласно плану. Сейчас проводится демонтаж поверхностей, подготовка здания, демонтирована крыша. То есть все идет согласно плану. Мы остались довольны увиденным. Мы пообщались с коллективом школы, узнали, что они хотели бы увидеть. Их пожелания обязательно будут учтены. Школа будет соответствовать всем современным требованиям и стандартам. Для учеников и их учителей школа – это второй дом. И он должен быть современным и уютным. Строители заверили, что все работы ведутся в соответствии с графиком. И уже летом можно будет приступить к обустройству помещений и прилегающей территории. Мурат Шантьёзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Узджиутинский район.